Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на нашу конференцию, которая планировалась с позицией усиления нашей некоммерческой организации с учетом той ситуации, которая складывается в агропромышленном комплексе, наверное, не только Ростовской области, а и Российской Федерации, во всех ближних регионах. Поэтому, к сожалению, и организационные вопросы не получатся, но я хотел бы для тех, кто сегодня присутствует здесь, довести краткий анализ о состоянии в агропромышленном комплексе Ростовской области и все-таки, что дальше нам предпринимать с целью сохранения тех высоких показателей и получения эффективности проведения, ну, в первую очередь, если мы говорим о наших двух союзах, мы концентрировали свое внимание на производстве растеневоческой продукции и ее основных. Поэтому, если говорить о предварительных итогах и результатах работы АПК области, многие знают, на совещаниях подводились итоги, везде у нас звучат вопросы, связанные с достижениями в производстве зерна, в производстве, в принципе, основных видов сельскохозяйственной продукции, растеневоческой. Я хочу, вообще-то, коротко напомнить вам для разговора. Валовая сбор зерновых и зернобобовых в весе, первоначально оприходанного в весе, значит, зерновых 16 миллионов 320 тысяч тонн, рост к 22 году 6,3 процента. И производство пшеницы, как основного зерна у нас на Дону, 13 миллионов 809,5 тысяч. Рост тоже к 22 году. Надо сказать, что 16 миллионов и 13, почти 14 миллионов, это рекордные показатели за всю историю земледельцев Ростовской области Дона. И подсолнечника тоже производство 2 миллиона 360 тысяч тонн. Это рост на 28 процентов по уровню прошлого года, что позволило, как бы, обойти в показателях с основным конкурентом с Саратовской областью. Но главный вопрос, и эти все показатели достижения, в том числе и в животномоскве, назывались, звучат, но главный вывод, что полученные рекордные показатели производства продукции, зато и не принесли ожидаемых финансово-экономических результатов. Факт ухудшения финансово-экономического состояния практически особо не обсуждается на всех уровнях. И на федеральном, вы знаете, ряд мероприятий, там, на выставке достижений России, которые две недели назад был день сельского хозяйства, в докладе министра сельского хозяйства, в его докладе президенту, звучат о достижениях в экспорте и так далее. Но, к сожалению, вот то, что получается у селя, я, конечно, не смог сделать анализ, потому что окончательных показателей нет. Еще ведут подсчеты наше сельхозпредприятие по итогам года 23-го. Но вот по 9 месяцам, смотрите, чистая прибыль, снижение на 31,5%, рентабельность на 29,6%, зато закредитованность на 24,5% выше уровня предшествующего года. Ну, выручка, правда, тоже по 9 месяцам была с плюсом. Надо сказать, что, конечно, это не окончательный итог 23-го года, но дело все в том, что это уже тенденция. Мы по ней можем определять то ухудшение состояния, которое происходит в сельском хозяйстве. Поэтому, если говорить о причинах, почему это получается, я бы разделил их на два составляющих. Это независимая от Российской Федерации, это применяемая целый пакет санкций, которые применяются к Российской Федерации и к отдельным отраслям. И вторая часть, это то, что складывается в социально-экономическом, в организационно-экономическом плане в самой Российской Федерации, которую я нес бы к субъективным причинам. Вот я хотел бы привести пример еще вот какой. Для участия в формировании обращения в адрес правительства Российской Федерации, для участия в формировании обращения в адрес правительства Российской Федерации от имени законодательного собрания правительства Ростовской области, к подготовке которого меня привлекали, я запросил в 76 организациях наших союзов данные, правда, представили 22 организации, средняя рентабельность по ним составила 10,2%. Прибыль к 22 году уменьшилась на 60%. Пять организаций показали убыток. Я должен сказать, что это предприятия и организации, которые получают субсидии, это во-первых. Во-вторых, это не весь круг сельхозпредприятий, которые у нас занимаются сельхозпроизводством. У нас производителей зерна более 4 тысяч, а анализ, по которому проведен этот, значит, это 1200 где-то. Вот такой круг предприятий. И все они – это участники в получении субсидий. То есть у этих предприятий однозначно существует поддержка и уровень финансовый получше состояние. Но то, что у нас всегда существовало, наверное, будет существовать, разброс доходной части, в том числе и в рентабельности введения сельхозпроизводства, это однозначно. Но я должен сказать, что вот из этих 22, которые представили, значит, названы самая высокая рентабельность – 36%. А в докладах на коллегии совместного и общественного совета было озвучено, что средняя рентабельность в области сельхозпредприятий – 35%. У нас лучше передовую. Я не буду называть такое, потому что запрос такой был. Важно было понять тенденции, то, что получается, и как бы реальную обстановку, ситуацию показать в этом обращении в адрес правительства, ну и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Я коротко хотел бы сказать, что, конечно, причины того, что мы от импортной техники, от повышения стоимости на составляющие импортные в результате санкций – это понятно. Но дело в том, что у нас тоже цены значительно возросли. Ну, к примеру, на те же комбайны линейки Росельмаша до 35-40% рост на отдельные марки комбайнов. И рост этот же не останавливается, он продолжается. Но я хотел бы вам показать, по прошлому году вот такой существует отчет, который представили в Министерство сельского хозяйства Ростовской области, что было приобретено такое количество тракторов, значит, комбайнов, сельхозмашин. Причем эти единицы выше, чем в предшествующем году. Но у меня тоже, в связи с тем, что я когда запрос сделал наших членов Агропромсоюза и Зернового Союза, то оказалось, что в 20 организациях тракторы приобретали 3 хозяйства, 5 единиц. Комбайны никто не приобретал. А труесель, сельхозмашины, 6 предприятий, 16 единиц. Поэтому вот эти цифры как бы немножко вызывают сомнения, их точность и объективность. Но я еще на одной графе хотел остановиться. О том, что субсидии предоставлены на технику. Первое, на тракторы на 7-16% числа приобретенных. Комбайны 16,8, сельхозмашины 17% просубсидированы. Причем вы знаете, что условия субсидирования техники распространяются на предприятия, имеющие животноводство у нас в Ростовской области. Поэтому как бы ограничен доступ, даже если техника эта приобретается. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, с высоким ростом. Ну, то, что были выделены средства, просубсидированы, я останавливаться не буду. Не могу не сказать еще на один момент, это удобрение. Значит, мы говорим о том, что и в отчетах звучит, что удобрение там и так далее. Но я хочу вот вам севозимых культур под урожай 24-го года, провести пример. Значит, здесь по зонам определено, вот допустим, восточно 50% поселной площади и так далее. Но хочу вот о чем сказать, что с применением удобрений 88,1% площадей посеяно. Но действительно, посеяно то, казалось бы, неплохо, но когда смотришь на цифры 353,5 тысячи гектара, посеяно вообще без удобрений, это в 2,3 раза площадь больше, чем посевная в Сальском районе. Вот. И больше, чем посевная площадь в целом по центральной урожае. Поэтому, как бы мы заведомо понимаем, что без удобрений там уже явно будет снижение потери урожая. Ну, а по горюче-смазочным материалам вообще отдельная эпопея, которая возникла осенью в завершении сезона, в завершении с ростом цен и так далее. Вот. Вот. На данный, ну, на 22 февраля ситуация такая. Значит, к сентябрю, к февралю 23 года, значит, составляет 114,7% средняя цена дизельного топлива в Ростовской области. Ну, 1 января, 22 февраля, 1 января 24 года, есть определенное снижение. Но, вы знаете еще момент тот, что вертикально интегрированные компании нефтяные так и не приступили в Ростовской области к реализации. Продают в основном, ну, как мы называем, мелкооптовое хозяйство. Ну, кто здесь присутствует, знает, у них и приобретается. Ну, и бензин тоже, я отдельно не говорю, она здесь изображена. Поэтому, как бы, ситуация сейчас, еще, наверное, вы тоже знаете из средств массовой информации, что ряд нефтеперерабатывающих заводов останавливается. Звучит вопрос о том, что с 1 марта будет запрещен экспорт бензина с тем, чтобы сдержать цены и, как бы, снять напряжение, потому что впереди это сельскохозяйственный сезон, ну, и так далее. Весной всегда возрастает потребление. Я хотел бы еще вам привести примеры на подтверждающие увеличение расходов сельхозорганизаций. Это переоценка кадастровой стоимости земельных участков. Вот, в качестве примера я привожу такие цифры, допустим, зерносклад земли, как бы, 278 раз рост, значит, налога на земельный участок. Еще один зерносклад, 134 раза, но по башню в среднем вообще-то 2,2 раза, но тем не менее. И на основные средства производства в сельском хозяйстве нагрузка налоговая увеличилась. Ну, надо сказать, что и по арендной плате тоже нагрузка увеличилась, естественно, по используемым землям. В общей сложности рост цен на материально-технические ресурсы, конечно, значительно опережает и уже, как бы, это происходит периодически. Вроде бы балансы какие-то выстраиваются, а потом все равно, как бы, а усугубляет это тем, что есть субъективный фактор. И надо сказать, что вы вот не только нас, кто присутствует здесь, большинство специалистов считают две причины, почему наши производители зерна попали в такую ситуацию. Ну, во-первых, в течение уже восьми кварталов идет снижение цен на мировых рынках, это первое. И на это никак не реагирует наш регулятор, который вел плавающую эксплуатную пошлину. И это вот две основные причины, которые, ну, скажем, стремительно снизили доходность сельхозпредприятий. В последующем это все не может не сказаться на вообще, на воспроизводстве, даже на простом воспроизводстве. Если у нас даже есть одно из предприятий, которое занимается животноводством, одно из передовых, по прошлому году по животноводству 32 миллиона убыток получило, вот, и рентабельность 3,5% в целом по хозяйству. Тоже не буду называть, потому что, ну, договоренность была такая, но это факты, которые при необходимости они будут подтверждены и так далее. Ну, ситуация, которая складывается в ценообразовании, я тоже, как бы, вот на последнюю дату, которую я имею, опять вы видите, к 23-му году единственный, не единственный, а вот на ячмень чуть выше цены, да, на лен на 34% выше и на горох на 39%. Но в ходе, как бы, еженедельных вот изменений, закупочных цен, я должен сказать, что это вот третья неделя, когда на вот эти повысились цены. В остальные подсолнечник и пшеница по классам – это основная продукция, которая приносит доход сельхоз в нашем предприятии. Тенденция и, в конце концов, я вот при анализе посмотрел, цены на пшеницы всех трех классов примерно опустились до уровня 2006-2007 года, закупочные цены. Поэтому, значит, вопрос объективной оценки сложившейся ситуации в ОПК области, мы для себя видим задачей довести до вышестоящих органов управления, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. И потому что, я вам приводил примеры оценки, которые формируются здесь и потом выходят туда, они не объективны. Нужен анализ по полному кругу предприятий и окончательный, конечно, когда балансы сформируются в хозяйство, из которых мы увидим экономический результат. Я также хочу привести примеры. Специалисты, аналитики приводят такие примеры, что в Казахстане закупочная цена на пшеницу третьего класса на текущий момент буквально 24 600 рублей. В Китае 29 800 рублей за тонну. Вот текущая. И у нас в среднем, это СНДС, и у нас 15 300... Значит... А? У нас 10 090 рублей продал 10 000 штройки в чем. Сколько? 10 рублей ставим, это как раз по полю. 10 рублей. Нет. Никаких 15 не может быть. Нет, это не может быть. Это третий класс. Но третий класс он не усилил. Юрий Косович. А в среднем он 10 рублей. Вы что-то не дослушали, что логистика у нас забирает до 3 тысяч. Понимаете? И плюс еще 15 000 это на ФОБИ. А потом у нас начинаются там транспортные издержки и так далее. И я с вами не могу не согласиться, но вот это без НДС. Цена средняя, которая сложилась в предшествующую неделю. Вот. Без НДС 12 500 на пшеницу третьего класса. Ну и... А справедливо, если о цене говорить, то, наверное, в пределах не менее 20 000 рублей. Да-да, вот диспаритет цен будет каким-то образом компенсироваться закупочной ценой. Но, к сожалению, нас не очень хотят слышать, да? Вот, смотрите, экспортная кошина, которая как раз с сегодняшнего дня действует на пшеницу 3 800, на ячмень 571, на кукурузу 828,9. А закупочные цены, вон, снижение предшествующий к 2003 году. К этому же периоду, 2003 года, 3-й класс, 6-й, 5-й класс. То есть, нам говорили о том, что методику подсчета экспортной кошины изменим, планку там 17 рублей поставим и так далее. Но если сравнивать, когда она уводилась, то снижение минимальное, потому что мы же знаем о том, что у нас рубль упал. Вот, вот, и, в общем-то, методика эта по-прежнему приводит к изъятию значительных средств через кошельного сельхозтоваропроизводителя. Ну, я хотел, наверное, еще о чем сказать. Я хотел сказать, что селяне понимают так, что если бы той ситуации, которая на мировой арене России сейчас оказалась, специальная военная операция, множество пакетов, значит, санкций, это понять бы можно, изъятие и у селян, но мы видим другие, как бы, не очень объективные оценки по другим направлениям. Кстати, на нефтепродукты сейчас кошельного вообще нет экспорта. Она уводилась, уменьшалась там, по демпферам договариваются, но результат, вы знаете, что августовское снижение, нефтяные компании свою позицию отстояли, продолжается экспорт нефти, дизельного топлива и так далее. Ну и то, что нам экспортом хвастаться особо нечего, потому что объем экспорта, он достигнут в первую очередь, ну не знаю, может вы не согласитесь со мной, он достигнут тем, что цены на российское зерно гораздо ниже, чем по другим экспортерам. За счет снижения цены, называется там 66 миллионов в сезоне 23-го года было продано, 22-го, 23-го года, и что мы имеем возможность наращивать. А через это вообще-то изъято, ну вот названо одним из специалистов, значит, 600 миллиардов рублей у селян через пошлину. Но если еще и посчитать, что если пусть 60 миллионов, и 60 миллионов продано внутри по такой же низкой цене, то изъято у селян миллиардов, 1 триллион 200 миллиардов. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы с вами коллективно должны проанализировать это и довести ту ситуацию, которая складывается реально в нашем агропромышленном комплексе. Мы неоднократно обращались, и вот примеры приводили на зональное совещание, мы проводили, и продолжаем, и сейчас решили сформировать еще обращение, вот обсуждали. Все-таки нужно постараться довести до вышестоящих наших органов ту ситуацию, которая складывается. Мы не ведем работу, по примеру, европейских фермеров, мы стараемся в рамках... Так жаль, вот сегодня на конференцию жаль, 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 из 80 человек сколько прибыло. А вы говорите, тракторный марш сделать? Да кто его сделать? Нет, тракторный. Мы даже в рамках правового поля не очень организованы, к сожалению. Поэтому вот я на этой не очень такой оптимистичной ноте, в принципе, то, что хотел рассказать, довел вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!